О, нифига себе, я, оказывается, себе текст не написала. Вот это я молодец! Хорошо подготовила сценарий. Всем привет, это Дашка Пихнова, и снова и опять записываю для вас дайджест событий и новостей, на этот раз за ноябрь. Где-то с той стороны это видео монтирует Данька Стебнев, и со мной сегодня в студии кот. Он ничего не делает, просто радует глаз, но его ещё потрогать можно, но только мне. Ну а мы начинаем, поехали! Первая рубрика «Доклады и мероприятия». В прошлом месяце мы анонсировали шесть различных событий онлайн и в городах, и за ноябрь их прошло уже четыре. Сейчас я подготовлюсь к первому, подождите. 8 ноября прошёл митап дата-сайентистов DS Update, он был онлайн, и от контура выступил Антон Коныгин. Он рассказал про обнаружение уязвимости в исходном коде. Валентин Малык из компании МТС АИ выступил с докладом про написание... Выступил с докладом, где рассказал про написание кода с помощью трансформеров. 14 ноября в Иннополисе прошёл техноквиз. И, судя по фотографиям, мы, кажется, собрали вообще всех жителей Иннополиса, что, кстати, очень удобно для организации мероприятий. Ну ладно, не для, а при... А мы и двигаемся дальше. 23 ноября в Новосибирске прошёл фронтенд-апдейт. И вот уж чего-чего давно мы не делали, так это действительно митап по фронтенду. Поэтому на нём вместе с Женей Пятковым мы обсудили создание доступных интерфейсов. С Эрнестом Рогозиным из Digital Cloud про микрофронтенды на Vue с SSR. Ну а потом Макс Основ из компании Тинькофф рассказал про организацию мониторинга веб-приложений. Макс Основ, кстати, работал в Контуре. Говорят, вот не надо тусить со своими бывшими. А мы тусим. Если что, это было не обращение к моим бывшим. Твою мать! Муси-муси-пуси-пуси, миленький мой, я горю, я вся во вкусе, рядом. Пуп-пуп-пуп — это экстренное включение в блог события. Несмотря на то, что это мероприятие ещё не прошло, мы всё равно решили про него рассказать, потому что оно происходит вот прямо сегодня. И это митап аналитиков «Аналист Апдейт». Он проходит в Перми, и там у нас три доклада. Первый доклад про опыт работы в фичи-командах, и его рассказывают Женя Обляшева и Ксюша Кошелева, девочки из Контура. Второй доклад называется «Пойми меня, если сможешь» от Антона Петухова, он тоже из Контура, и доклад про то, как важно быть на одной стороне терминологии и правильно понимать слова в коммуникациях. Третий доклад от Гоши Волобуева из команды «Звука», и он расскажет, кто должен заниматься в команде бизнес-анализом и почему это не системный аналитик. А пуп-пуп, вставочка закончилась. Кроме наших событий, мы ещё сгоняли на кучу других внешних конференций, о них сейчас я расскажу. Это ничего себе, я прям как в новостях сказала сейчас. Сейчас ещё начну прогноз погоды рассказывать. 10 ноября Лёш Капанов съездил на конференцию Mobius и рассказал там, что скрывает стоит в композ. Лёшка вообще очень классный, что-то ездит, про композы свои рассказывает. 13 ноября на конференции «Петер Пай» выступил Андрей Шарапов с докладом «Переезжаем на Пай Проджект и Токс». 16 ноября на онлайн-конференции «Подлодка Тихлид Крю» выступил Данил Морданов, и он рассказал, как проекту с 10-летней историей не превратиться в легоси, не обеспечивая кратный рост нагрузки, непрерывную поставку фич и высокое техническое качество. Запись доклада вы сможете найти в телеграм-канале самого Даня Морданова. Ссылочку мы где-то здесь приложим в описании. А, мыша. 18 ноября в Иннополисе прошёл митап для датсиентистов, и от нас там было два спикера. Кость Фролов рассказал про трекинг ML-экспериментов при помощи ClearML, а Дима Подкорытов про автоматизацию инструментов техподдержки при помощи DataScience. 23 ноября всё там же в Иннополисе прошёл ещё и митап для аналитиков. От контура было два докладчика — это Лилиса Битова и Антон Цуркин. Ребята рассказали о важности проведения исследований перед разработкой и внедрением фич, о том, какие ошибки могут случиться в процессе исследования, и как вообще-то их можно было бы предотвратить. 29 ноября в Новосибирске на митапе System Talks Катя Климова рассказала о том, как брать в работу нерабочие задачи и соблюдать при этом баланс. Задачи нерабочие — это, например, преподавание или, может быть, наставничество, выступление на конференциях и написание статей. В общем-то, всё, зачем я прихожу в ребят. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Двигаемся к следующей рубрике «Поглядеть и послушать». На нашем YouTube-канале вышло уже два выпуска нашего нового и единственного шоу. Шоу называется «Согласен, не согласен». В нём контуровцы из разных ролей обсуждают различные спорные темы. Программисты специально пытаются убедить, что баг — это фича. Ладно, такое было в практике на самом деле. Дело-дело-дело, так оно не должно работать. Но внезапно оказывается, что оно так работает. Ну, в принципе, теперь стало даже лучше, давайте так и оставим. Специально прям придумывать, почему баг — это фича, мне кажется, такого в моей практике не было. Очень нам интересно, что вы об этом думаете и как вам вообще зашло-не зашло, поэтому перейдите там где-то по ссылочке и оставьте, пожалуйста, комментарий. Ну и сердечки оставьте свои нам все. Наши ребята Мак Захаров и Денис Фомин сходили в подкаст «Кода-кода» и рассказали там про горизонтальную мобильность в контуре. Вот прям про всякую разную, про все виды и направления, для чего это вообще надо. Так что если вы ничего не знали или как раз давно хотели расширить свои знания про горизонтальную мобильность, переходите, слушайте. Получилось очень интересно. А еще? А еще знаете что? Нет, вы не знаете. Но я расскажу, я ж тут вот сижу, для вас что-то записываю. В общем, мы заколабились с ребятами из шоу «600К в секунду». Уже вышел выпуск про то, как потратить деньги на личный рабочий комфорт. От нас был Вова Лила. Выпуск получился суперкрутой. Рекомендую посмотреть его и остальные тоже можете глянуть, потому что ребята классные. А в остальном все было просто вот да, типа да. А рабочее место, то есть ты как-то запланировал, оно где-то у тебя, ну, то есть оно как рабочее место или прям отдельная комната? Я сделал прям отдельный кабинет, прям в комнате и полноценный, в общем, там только работа. Вот, то есть ты из него вышел, ушел с работы, можно раздеваться. События все, переходим к новостям, что 1 декабря, считаю, уже завтра, на конференции TeamLead.conf Юль Князева проведет воркшоп про стратегии развития в современном лидерстве. 5 декабря на конференции ЯТолкс в бригаде Лешка Панов будет участвовать в дебатах про кросс-платформы будущего. В общем, там будут сравнивать Flutter и КМП. Заруба какая-то, кажется, случится там. Ну, а если вам не удалось попасть на конференцию Питер Пай, а про переезд на Пайп Проджект и Токс послушать все-таки хочется, то Андрей Шарапов выступит с этим докладом на онлайн-конференции «Подлодка Python Crew». Запись его доклада, скорее всего, тоже будет где-то в его телеграм-каналечке, но об этом мы расскажем уже в декабря. Завершим блок новостей двумя нашими техноквизами. 7 декабря будет техноквиз в Казани, а 14 в Ижевске. Регистрация еще открыта. Бегите, регистрируйтесь, там с вами и встретимся. А сейчас конкурс. Вы скажете, Дашка, что это за новости еще такие? А я вам скажу, новости уже были, и это конкурс. Друзья, внимательно отсмотреть дайджест, сейчас будет конкурс. Бывало ли у вас такое? Подходит к вам кто-нибудь и говорит «Дашка». Надеюсь, вас не всех зовут Дашка. Это было бы странно, если бы меня столько Дашка смотрела. В общем, подходят к вам и говорят «Дашка, а давай-ка ты выступишь с каким-нибудь клевым докладом на какую-нибудь интересную конференцию, а вы сидите и думаете «Да что рассказывать, вообще я ничего полезного не сделала?» Похвалить себя не за что, а вообще-то надо себя похвалить. Про это и конкурс. Вспомните весь свой 2023 год и похвалите себя за что-нибудь, за что обычно не хвалите. Может быть, вы воспитали трёх джунов, или, например, написали крутую статью, а похвалить себя за это забыли. Или, может быть, организовали тимбилдинг и всю свою дружную команду сплотили ещё сильнее. Я, например, хвалюсь себя за эти дайджесты. Кажется, это неплохой проект. Вот. Я молодец. Да, Даня тоже, конечно, ещё молодец. Где-то в середине декабря мы выберем пять самых откликающихся у нас благодарностей и отправим вам персональные письма с небольшими подарочками. А чтобы мы точно смогли с вами связаться в вашем аккаунте на YouTube, укажите, пожалуйста, почту или телеграмчик, чтобы мы к вам пришли, узнали ваши адресы, договорились о том, когда и что мы вам отправим. Ну, либо заходите в наш телеграм-канал и пишите мне в личные сообщения, мол, вот это я вот такой комментарий оставил, и я всё зафиксирую. В декабрьском дайджесте расскажем вам, что из этого получилось и вообще получилось ли что-нибудь. И это были все события и новости за ноябрь. Друзья, остался месяц до Нового года. Я очень его жду. Встретимся с вами в конце декабря. Не пропадайте, пишите комменты, ставьте лайки, вообще подписывайтесь на все наши каналы, задавайте вопросики. Будем рады с вами поболтать. Всего хорошего, пока! Офигеть, какая я молодец! Это пойдёт. Лучше уже не будет.